Пятидённый опен-эйр на площади Перамоги, фестивальный пикник, премьера песни Софии Ротару, открытие зорки Таисии Павалей. У Витебску рассказали об финальной подрыхтовцей до 28-го международного фестиваля Мастатства «Славянский базар». До первых позывных форумов остаются личные дни. Начинается монтаж декораций на головной сценичной плясовце в летнем амфитеатре, что еще ждет гостей и удельнику форума в следующем сюжете. То, что в Витебске приходит «Славянский базар» можно догадаться по надворю. Сустреча дирекции форума с журналистами на сцене летнего амфитеатра отбылась под аккомпанемент дождю. Форум отбудется при любом надворе. До речи, в фестивальных прогнозах китайский цирк, лядовое шоу, театральное сустрече. Безумовно, у центра особливую увагу, конкурс молодых выканавцев и детячий музычный турнир. Славянский базар для их селита пройдет не только в Витебску. Дорослые наведают флагман найчинного автобудования предприемства «БелАЗ», а для юных выканавцев подрихтовали подорожа у Старожитный Полоцк. Мы постарались насытить программу наших конкурсантов максимально, чтобы они не только поучаствовали в музыкальном состязании, не только окунулись в ауру фестиваля, но и в ауру всей Беларуси. Если мы говорим, что Славянский базар – это культурный бренд, то у нас есть промышленный бренд «БелАЗ», и наши взрослые конкурсанты не только выступят на «БелАЗе», но еще и посетят и покатаются на самом большом самосвале в мире. В «БелАЗе» готова целиком уже не первый год форум не обмяжовывается выступлениями зорок у летним амфитеатры. С кожным базаром программа, а значит и плясовки, пошираются пропорционально. Так на площади Перамоги отбудется пятиденный опен-эйр, фестивальный пикник. У его рамках пройдусь поборниц вы Паута Гуку. Один из уникальных проектов, которого никогда не было в нашей стране, в нашем городе. Были такие маленькие эпизодические любители появлялись. А в этом году это действительно один из этапов всемирного чемпионата мира по автозвуку. Это, конечно, такая продвинутая молодежь, которая нашпиговывает свои машины мощной акустикой. Это приезжают профессиональные тренеры, это участие тоже разных стран, представителей. И идет измерение давления звука. И потом выясняется, кто из них самый интересный. Там разные совершенно есть градации. Фестиваль «Неведы и Межа» у всего лета он чекает гостей из нескольких десятков краин. Ориентоваться в городе и у насыщенной программе форуму допомогут 200 волонтеров. Зараз они проходят стажировку, как сустракать гостей 74 краины, которые смогут трапить у фестивальный Витебск по безвизовому режиму. Активность по безвизу очень большая. Очень большая активность, потому что мы видим, что за рубеж уходит очень большое количество билетов. Мы где-то раз в две недели делаем градацию, но вот я говорил, что на уровне Латвии это увеличение цифр в пять раз. У нас в этом году и Конго участвуют в фестивале, и Тринидад и Табаго участвуют в фестивале. То есть фестиваль открывается иногда для таких стран, которые мы первый раз в жизни слышим. Тем не менее, артисты этих стран очень большой испытывают интерес к фестивалю, а это позволяет не только же артиста сюда пригласить, но и зрителя. А когда артист возвращается к себе в страну, он рассказывает, как здесь было круто в Беларуси, в Витебске. В следующий раз это больше и больше людей приезжает. 28-й международный фестиваль «Мостальство» у Славянский базар у Витебску пройдет с 8 по 17 липня. Открытие форума отбудется 11 липня у 20.30 на сцене летнего амфитеатра. Виктор Пралич, Ян Пчельников, Новины, Витебск.